всем привет тут на самом деле людно но нашел здание вот так она выглядит изначально речь шла о том что эта тюрьма везде написано что здание в аварийном состоянии проход запрещен сейчас мы попробуем в него проникнуть но очень похоже потому что скорее всего окна такие маленькие были чтобы решетки стояли вот тут видно что были тут решетки и тут вот тоже видно что решетки поспиливали были здесь решетки вот сожалению туда без фонарика не пойду сейчас я достану фонарик и мы продолжим свой путь пока подождите так все самое ценное я уже убрал здесь вот что-то тут нет ничего так вот здание довольно-таки старое толщина стен наверное блин с метр кто-то обитает но заложили дверь так ну вот очень похоже номер 29 замки глазок а вот что там внутри все завалено да вот тут одна дверка открыта ну здесь наверное в углу у них туалет был суть по всему ну решетки здесь скорее всего повыдирали они здесь были не толщина стен очень большая больше метра рулетки с собой нету но больше метра ну вот эта дверь она сто процентов говорит сама за себя что это тюрьма была это вот кормушка через которую еду давали это глазок чтобы наблюдать за осужденным или заключенным замки один сверху второй снизу и посередине на ключе и был специальный человек ключник который ходил да рассыпается она вообще конкретно сыпется все это на нара похоже больше да да два метра есть есть два метра и вот тут к ним свет попадал здесь был свет видите тоже решеточка стоит чтобы они лампочку не выкручивали ничего не поджигали не прикуривали там и тут какая-то вентиляция скорее всего обалдеть можно о можете посмотреть толщину стены вот фонарь примерно 20 сантиметров о 40 80 вот еще одна точно такая же дверь только уже с номером 27 тоже два замка и один такой два засова и один замок не открывается здесь что-то было вставлено не знаю даже что матрас тут какой-то валяется ну да на этой штуке вот они спали соответственно в каком-то из этих углов был туалет жалко что никакие надписи не остались здесь вообще все заболели вот тоже замки здесь вот тоже и в каждый не понял непонятно что за фамилия днекин василий иванович 1930 год ничего себе короче короче тюрьма то довоенная даже была тоже решеточка и так ци пошли все ну все здесь вот обвалилась верхняя часть вот здесь уже две какие-то а может быть это карцер был да наверное это карцер был потому что слишком узкое место вот штрафной изолятор или как он там называется непонятно что а и вот еще одна 39 39 там закрыта а это сиделка наверно было да где-то она тоже была приделана подвальчик мы с вами прошли весь самое интересное посмотрели теперь бы попробовать каким-то макаром попасть на второй этаж даже не знаю как это сделать можно попробовать вот тут вот по крыше как-то по-тихому забраться либо искать альтернативные входы сейчас попробуем прогуляться и глянуть может быть есть тут где-то какой-то вход который мы сможем воспользоваться вот такой вот посыпанный забор забор должен был быть вокруг вокруг этой тюрьмы это вот в этом подвальном помещении которое внизу видите окна вот там вот мы были здание аварийное вход воспрещен вот такие вот стены так вижу что вот там уже колючая проволока натянута поэтому вход остается у нас только оттуда поэтому потихонечку я сейчас будем пытаться что залезть ну чё я могу сказать вот и попал на второй этаж ну чё я могу сказать вот и попал на второй этаж вот так это выглядит изнутри на третий этаж наверное нам не судьба попасть но общая картина как бы ясна да вот опять же один замок второй замок третий замок кстати пытался кто-то выдрать его так и не получилось так колючая проволока здесь вот тоже я туда блин побоюсь зайти я туда блин блин у меня такое ощущение что у них здесь печи что ли были полоса вот какая-то нарисована непонятно зачем васильева аня здесь уже так нормально подразобрали а вот она сама лестница по которой нужно было подниматься это значит есть у нас шанс попасть на третий этаж слушайте а здесь какая-то большая камера была с двумя окнами блин такой бардак что даже не знаю что снимать то есть хожу опа чуть ногу не проколол либо вот 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 там отрухнуло всё вниз, всё упало. Здесь вот уже поотрывали 1, 2, 3 замок вырвали, а вот петли ещё остались там торчать. Блин, у меня такое ощущение, что в каждой камере, в каждой камере была своя печка. Может быть на две камеры одна печка. С чем это было связано, не знаю. Так вот дальше я боюсь идти, потому что могу улететь. Там вот тоже не могу, могу только вот так поднять камеру и посмотреть, что там. Это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 и 6, 12. Примерно 12 камер на этаже. И это получается, вот это был вход в эту тюрьму. Можно было попасть только через этот вход. И вот там же был подвал вниз, где мы в самый-самый первый раз были. Он, видите, завален основательно. Ладно. Тут какой-то колбасный цех. О, обратите внимание, как тут лестница держится на чём. Видите? И вот так вот тут лежат камни. До самого верха. И вот так же свод вот этот сделаю. Блин, сначала подумал, что крест. Вот, но скорее всего это такой вход. Так, это третий этаж у нас. Тоже, видите, замки. 2, 3, 3 замка. Здесь вот одна петля осталась. Нет, 2. 2, остальное вырвали. Какой слой штукатурки-то лежал. Однако. Здесь вот тоже большая какая-то комната, камера. Как там назвать? Деревянный какой-то чурбан. Он, видимо, был прикручен, что ли, к полу, чтобы его нельзя было поднять. Ну, как столы и стулья прикручены к полу, чтобы нельзя было его использовать как оружие. О, как! И почему он остался цел? Потому что тут, походу, все упало и до него никто не добраться не смог. Вот это сильно. А тут даже какая-то надпись осталась. Тяжело разобрать. И почему-то по всему периметру вот так вот начерчена полоса. Вот здесь окно вывалилось. Но он видно прямо в самом окне. Я боюсь туда наступать. В самом окне под решетки. Видите, такие пропилы. И колючая проволока была во всех стенах, видите, забито так. Вот там тоже чуть-чуть видно. Побаиваюсь наступить. Вон тоже кусок. То есть это нужно для того, чтобы в эту щель никто не полез. Вот. И, ну... Ну, повредиться мог. А вот это, скорее всего, тоже голосок дополнительный. Точно. Смотрите, какой прикол. Камера. Она как бы большая. Видите, ну, входная дверь. Вот. А там... Там двери нету. И существовал вот такой вот глазок. Нет. Не глазок. Странно. Странно. Я думал, что это глазок. Потому что вот тоже. А, вот. Хорошо здесь видно, что в стене была заделана колючая проволока. чтобы нельзя было ее раскопать. Можно было пораниться. И она еще жесткость какую-то придавала. Ага. Ничего себе. Тут тоже все порушилось. О! А здесь окно сохранилось. обратите внимание. Я вот, честно, не могу понять. Это решетка, что ли? Походу, решетка. Просто не дотянулись до туда ее разобрать. Обалдеть можно. Ой, и здесь тоже. Но я туда, к сожалению, не пойду. Вот на этом провода держались. Сюда накручивались. А вот эта часть деревянная была вбита в стену. Во! Ого, здесь вообще что-то все завалилось. Здесь вот тоже, кстати, замки посрезали. Кормушка осталась. Это смотровое окошечко осталось. И больше ничего нету. Вот так вот. выглядела камера. А, и вот здесь вот смотрите, как четко вообще отображена потолочная часть. Да, тут легко и непринужденно кирпичик прилетит в голову. Вон, видно, на полу три штучки лежат. Уже выпадали. Блин, хотел пошевелить, но не буду этого делать. Здесь, кстати, слушайте тоже такие массивные петли со всех трех сторон. Соответственно, и двери здесь жестко закрывались сильно. Так, ну что, попробуйте еще чуть выше подняться. А это вообще цельные куски камня. Вот так вот это все выглядит на чердаке. я прошу прощения, но дальше я не пойду. Не хочется попрощаться с жизнью. Ну вот, сто процентов уверен, что вот это вот это печная труба. Вот это вот это печная труба. Вот это и вот это. Это тоже печные трубы. И вот там тоже они есть. Ёк-макарёк. Вот. Это получается мы с вами побывали в заброшенной тюрьме. В заброшенной довоенной тюрьме. тут, конечно, мало чего сохранилось, но в любом случае сами видите, тут есть на что посмотреть. Даже при таком скудном освещении. теперь у меня задача номер два. Как отсюда вылезти. Залезть-то я сюда залез, а вот как отсюда буду вылазить, не знаю. Итак, начнем. это просто жопа. я задолбался, как скотина. На этом все. Пока.